Сегодня мы покажем вам самый большой и дорогой гараж в Дубае. У меня 50 Lamborghini, 50 Ferrari, 30 Bentley и 30 Rolls-Royce. Если я все продам, получу 100 миллионов долларов. А также попадем туда, куда пускают лишь избранные. Мы с вами находимся в одной из самых эксклюзивных секретных коллекций Ferrari. Таких уже больше не выпускают, выпускаться никогда не будет. И узнаем у самих владельцев, как они заработали на такие тачки. Теперь ты знаешь мой секрет. Все, я понял. До свидания. Друзья, мы приехали в место, где стоят самые эксклюзивные тачки. При этом купить их нельзя, арендовать их нельзя, потому что это просто частная коллекция мультимиллиардера. И нам сейчас расскажут, что дадут возможность их потрогать. Пойдемте со мной. Где мы находимся? Что это такое? Мы с вами находимся в одной из самых эксклюзивных секретных коллекций Ferrari. Это только маленькая часть коллектора. Почему секретно? Потому что сюда просто зайти невозможно. Вы сюда легко попали? Ну, я дверь открыл. Ну, это же мы вам ее открыли. Она же закрыта на замочке. То есть, если просто человек захочет наблюдать, сюда даже зайти нельзя? Да, сюда зайти нельзя, да. О-о-о, это уже себе другой разговор. Вы бы сразу так сказали. Так, и значит, что я понял, что здесь только Ferrari? В этом гараже только Ferrari, да. И в этом, это значит, есть еще? Есть еще много гаражей. Много гаражей? Много гаражей по всему миру. У этого владельца. А пока одни владельцы авто не афишируют своих имен, другие с радостью показывают свои машины лично. Это твоя машина? Да. Сколько она стоит? 750 тысяч долларов. Вау! Не дешево. Это Дубай. Здесь все дорого. Я знаю, что у тебя больше одной машины. Да, у меня есть Rolls-Royce, еще один McLaren. Range Rover и еще пару машин. Сколько всего у тебя авто? Я не помню, я уже сбился со счета. А если посчитать общую стоимость твоих машин, сколько это может быть? Примерно 2 миллиона долларов. А сейчас мы познакомим вас с тем, кто продает все эти автомобили. Я уже устал от этих тачек, ребята. С утра до вечера. Одни Lamborghini, Ferrari. Где уже наша Лада Калина? Ну ладно, шучу, конечно. Мы приехали к товарищу, у которого одна из самых больших коллекций дорогих. Ferrari, Lamborghini. Вы еще не видите, а я уже их вижу. Их просто до хрена. Пойдемте познакомимся с ним. Блин, ну это просто. Ну это космос. Это твои машины? Да. Ты, наверное, очень богат. Мы достаточно богаты. Окей. Как много Lamborghini у вас здесь? Более 50. Более 50. Но в этом гараже их не так много. Да, я вижу, немного. Окей, а сколько у вас Ferrari? Тоже больше 50. Окей, тоже больше 50. А Bentley сколько? Где-то около 30 Bentley и еще 30 Rolls-Royce. Если вы все машины продадите, то сколько получится денег? Примерно 100 миллионов. Но мы не хотим все машины продавать. 100 миллионов долларов? Или дирхам? Дирхам. В долларах чуть меньше. Окей, и сколько же это в долларах? 30 миллионов. 30 миллионов долларов. Ну, вот если все гаражи объединены, сколько это денежек примерно? Если все гаражи объединены? Ну, примерно, примерно. Понятно. К нам театра налоговая инспекция позвонит. Зачем я вам буду такую информацию рассказывать? Так мы его имя не назовем. Не назовем его имя. Так они уже по лесу вычисляют. Тем более в Эмиратах какие налоги, тут нет налогов. Да, уже ввели вы что. Ну да, ну вот не считай. Ну, примерно. Ну, давайте примерно. Это очень тяжелый вопрос, потому что, во-первых, давайте начнем с этого гаража. Давайте. Учитывая, что здесь порядка 15 автомобилей, и каждый из них эксклюзивный, если выставлять на аукционы. Плюс то, что вы видите автомобили, это одно дело. Но все, что вы видите на полу, на стенах, на потолке, все эти эксклюзивные коллекции собирались годами на аукционах. Вот, к примеру, это лошадь. Эта лошадь была приобретена на аукционе в Германии в 1950 году за 80 тысяч евро. О-о-о. Это книга. То есть сегодня, если ее выставлять, она, наверное, уже в разы больше, да? Думаю, полагаю, что да. Вот эта вот книга, очень уникальная книга. Это выглядит как двигатель B12. На самом деле, это просто обложка книги, которая стоила 35 тысяч долларов. Книга? Книга за 35 тысяч. Можно я открою, да? Конечно. Давайте мы вам поможем открыть. О-о-о, тяжелая. Это книга. Тора, что ли? Сделанная. Сделанная к юбилейному выпуску дома Феррари. Библия Феррари, да? Да, Библия Феррари. Здесь можно изучать все модели, которые были произведены. Нормально. Это самая дорогая книга, которую я видел в жизни. 35 тысяч долларов. Как ты и твоя семья заработали столько денег? Мы начали с одной. Ага. Мы начали с одной машины, потом купили две, три. Так и выросли. Мы в этом бизнесе уже примерно 10 лет. Звучит очень просто. Да, все возможно, если будешь последовательным. Это бизнес твоего отца? Да. Ты работаешь с ним? Да. За что отвечаешь ты? Я занимаюсь стратегией, маркетингом, масштабированием нашего бизнеса. Мы заинтересованы в коллаборациях, думаем, как правильно инвестировать деньги. Ты делаешь все, чтобы покупатель пришел к тебе, а не к конкурентам. Покупатели всегда есть, а наша команда занимается бизнес-стратегией. Например, мы придумываем, с кем делать коллаборацию, какие эксклюзивные услуги предложить клиенту. Но самое главное, как расширить наш бизнес. А что вы называете коллаборацией? Мог бы ты привести пример? Для начала придумываем контент для соцсетей. Потом привлекаем инфлюенсеров, кинозвезд, знаменитостей, чтобы продвигать наши машины. Наверное, работаете с ютуб-каналами? Да. Так ты сейчас работаешь. Да, но с тобой весело. А я думал, это наша работа. Ладно, я шучу. Значит, ты сотрудничаешь со звездами, блогерами? Да. Они показывают твои машины, они приводят тебе новых клиентов, и ваша компания растет. Так точно. Теперь ты и сам можешь это делать. Ты разгадал секрет. Все, я понял. До свидания. Друзья, строить бизнес, особенно в одиночку, это непростая задача. Многие, когда начинают, ищут поддержку у партнеров, ищут экспертов. Поэтому для тех, кто планирует или уже ведет свое дело, у меня есть для вас подарок от Тинькофф Бизнес. Полгода бесплатного обслуживания расчетного счета. Помимо этого, у банка есть еще ряд бесплатных опций. При открытии счета вы получаете доступ к большому количеству сервисов для бизнеса. Это и бесплатная онлайн-бухгалтерия, и эквайринг, и кредиты на развитие бизнеса, и многое другое. Если вы только начинаете, то регистрация ИП или ООО бесплатна. Представьте, вам даже не нужно посещать налоговую. Тинькофф Бизнес все сделает за вас. Для действующего бизнеса вы найдете выгодные тарифы для обслуживания счета и ряда индивидуальных условий. При этом вы можете открыть любое количество рублевых и валютных счетов. Также есть хорошие новости для тех, кто проводит иностранные сделки. Переводы международным партнерам в юанях от 0,1%. Выводы наличных без комиссии до 1 миллиона рублей. Инкассация и самоинкассация в любое удобное время. А также бесплатное обслуживание бизнес-карты МИР. И при всем при этом у вас будет персональный менеджер, который быстро решит все вопросы в чате или по телефону. Это очень удобно. Уверен, что я вас заинтересовал. Переходите по ссылке в описании и используйте промокод 6FREEMARCH. И получите в подарок полгода бесплатного обслуживания своего счета. Торопитесь, если еще не открыли расчетный счет для бизнеса в Тинькофф. Ладно, вот это что за объект у нас интересный? Этот автомобиль действительно очень интересный. Называется 512BB. Таких было всего 5 в мире. Две разбились и осталось только 3. Одна из которых предоставлена в этой коллекции. Да. Я знаю, что вас интересует цена. Да, да. Люди пишут. Если я не спросил цену, люди сразу в комментариях ругаются. Вы знаете, я думаю, приблизительно можно и уставлять за полмиллиона долларов. За полмиллиона долларов. И на торгах она может достигнуть любой стоимости. Потому что больше таких автомобилей запытаться не будет. И с каждым годом она будет дорожать и дорожать в цене. Поэтому это хорошая инвестиция. Но мы здесь ничего не продаем, как вы знаете. То есть правильно я понял, что на ней никто не ездит? Скорее всего, не будет никто на ней ездить. Это просто... Так, конечно, она на механике. Мы на механике уже не умеем ездить. Вы умеете на механике ездить? Ну так, чуть-чуть. Ну вот. На ней уже невозможно ездить. И до что сесть нельзя? Конечно, присаживайтесь. Я могу сесть туда? Да, конечно. Сейчас мы разберемся, как ее открыть. Вот. Ого, какая-то ручка интересная. Давайте, проходите. Ну-ка. Смотри, сейчас газоную еще. Поможем. Ой, что-нибудь самое удобное, конечно. Микрофон тут у меня. Ё-моё. Ну, в целом, да, спортивные автомобили, они... Да. Нет, слушайте, а прикольно, что я его покатался. Руль такой, как это. Три в мире. Три в мире всего таких, да? И одна сейчас под моей попой. Вот это повезло мне. Кайф. И даже нельзя купить. Если я сейчас денег дам, полмиллиона долларов вы мне не продадите? Нет, а зачем? Миллион. Нет. Вот так вот аукционно. Через два года будет еще больше стоить. Еще стоит через два года больше. Ладно. Короче, я понял, что это инвестиции. О, смотрите, что я нашел, ребята. Смотрите. Это для людей из 90-х. Все. Ты даже 80-е, мне кажется. Люди, 20-летние вышли из чата. Что это такое, да? Помните этим? Карандашом перекручивали. А что тут интересно? Уайл Нелсон. Ладно. Потом еще будут говорить, что я неправильное имя его прочитал. На самом деле, очень много спорных, как правильно читать имена и так далее. Так. Вот. Давайте так, сразу. Что здесь самое дорогое? Что здесь самое дорогое? Самое эксклюзивное. Давайте, наверное, начнем с того, чего очень трудно найти в мире. И данный коллектор, мой друг, он начал вообще изначально свои коллекции автомобилей с болидов. Болидов, Формула-1. Вот. Один у него стоит в доме. Прям такой красивый декорация в доме. Очень гармонично смотрится. А вот один из них находится здесь. Это болид. Это настоящий болид? То есть мы не катались? 2002 года. Это победный год для Феррари. Здесь можно увидеть имя и фамилию пилота. То есть это Шумахер? Михаила Шумахера, настоящий болид. То есть Михаил Лубич прям сидел, гонял. Михаил сидел здесь, конечно. И вот на этом болиде он побеждал. И в этом году он получил титул чемпиона, а Феррари выиграла первое место в командном зачете. Более того, не то, что он сидел в этом автомобиле. Он надевал вот этот вот костюм гонщика. И этот шлем. Где, как вы можете видеть с вашей стороны, его автограф. Кстати, вы знаете, что я должен рассказать? У меня два дня назад родился ребенок. Знаете, как я его назвал? Майкл. Майкл? Да. Ну почти. Он Михаил? Майкл рядышком. Но пишется одинаково. Поздравляем вас с рождением. Вот можно посмотреть. Это вот она, понимаете, эзотерика. Только сына назвал, сразу тачка такая. Мы вам ее дарить сегодня не будем, если вы не возражаете. Не прошла, Темка. Ладно. А ты бы мог представиться? Да. Кто ты? Чем занимаешься? Меня зовут Рой Фернандес. Я амбассадор United Nation. Я также работаю с правительством Дубая. У меня есть несколько бизнесов в Дубае. И я родился здесь и начал свою карьеру в 18 лет. Объясни, пожалуйста, почему с нами секьюрити? Почему они здесь? Мы не можем делать видеосъемку? Так и есть. Без разрешения правительства здесь снимать запрещено. А тебе, получается, можно? Да, ведь я работаю в правительстве. Я дипломат в правительстве. Поэтому мне разрешили без проблем. Если ты в правительстве, то все можно? Если ты всех знаешь, то можно. Как правило, когда у тебя есть связи, то... Если ты всех знаешь, то все можно. Это называется васта. На арабском. О, это называется васта? Васта. А что это значит? Васта – это когда ты платишь деньги. Нет, это когда ты многих знаешь. По-английски это будет... Influence. Влияние. Ясно. Когда ты используешь свое влияние и делаешь возможным то, что тебе нужно. Без денег. Вау. В этом и есть прелесть Дубая. В каких-то странах ты должен дать взятку, чтобы договориться. Но в Дубае достаточно знать правильных людей. О, я теперь знаю тебя. Да. И могу сделать все? Все, что в рамках закона. Окей. Возможно, как-нибудь обращусь. Так, ну давайте сразу. Какая все-таки здесь самая дорогая тачка? Я думаю, что это F12. Вот это? TDF. Tour de France. Миллион двести долларов. Это тоже коллекционно? Да. А почему? Как в машине стать коллекционной? Вот у меня Lada 7. Как ей коллекционность стать? А сколько в Lada 7 выпустили? Вы знаете? Нет. Количество выпуска автомобилей, вот от этого и зависит эксклюзивность. Вот, допустим, этот автомобиль, таких всего пять в мире. Каких? Вот таких? Да. Ага. То есть, чтобы машина стала коллекционной, их должно быть очень мало. Лимитированное количество, да. Ага. То есть, это значит, производитель Феррари берет и специально выпускает какую-то модель специально, чтобы коллекционеры на этом зарабатывали. Да. Можно сказать так. Слушайте, так это же гениальная идея. Вот, допустим, этот автомобиль, 599-й, был выпущен к 31-й победе Феррари в гонках Формулы-1. Вот. Таких, кстати, всего пять в мире. Ага. Да, на кузове, вот, с серебряными линиями. Так, подождите, я все хочу разобрать. Смотрите, классная фишка, которую вообще-то каждый может в своем бизнесе предпринять. Это выпускать лимитированные коллекции, которые никто не будет ими пользоваться, но их будут покупать только коллекционеры. И тем самым будет формироваться этот бренд, ценность и так далее. Смотрите, чем отличается, вот, например, вот это Феррари? Вот я ничего не понимаю. Да. Мне кажется, что это Феррари, что те, что по улице, они примерно похожи. То есть это разница только снаружи или внутри они тоже отличаются? Разница снаружи, внутри, разница вообще во всем абсолютно. И здесь указано, что вот написано, TaylorMade, inspired by midnight daylight. И что это? То есть это означает, что это было специально под какой-то случай выпущено и так далее. Но, во-первых, ваша теория, она, конечно, верна, но для того, чтобы хотелось покупать эксклюзивные какие-то вещи, это нужно бренду заявлять такое имя, да? А во-вторых, чтобы купить эксклюзивную вещь, это нужно, это знаете, как вот вы приходите там в какие-то магазины купить сумку, а вам говорят, купите семь шлепок, потом купите сумку. Здесь примерно такая же история. Нужно приобрести огромное количество автомобилей, чтобы быть, чтобы иметь возможность покупать эксклюзивные автомобили. Офигеть, смотрите, это вообще комбинация. Мало того, что ты делаешь эксклюзивную штуку, ты еще никому не даешься купить, только если до этого еще понапокупали тебя Феррари. Да, штук 50. Да, то есть, например, если вы сегодня производите футболки на Вайлдберс продаете, берете, выпускаете одну лимитированную, говорите, никому не продам, пока не купите, еще у меня 100 футбола. Классно же. Нет, ну а что, есть шутки шутками, но это должно работать, ну если это грамотно все упаковать. Я даже не знаю, что такое Вайлдберс. Да, ничего страшного. Вот, вот дожили. Так, классно. Так, значит, вот это самое эксклюзивное или вот это вы говорите, да? Это просто самое дорогое. Вот это самое дорогое. Потом по своей модели, это эксклюзивное, таких только пять. Только пять. Да. И вот самая дорогая-то по чем? Миллион двести. Миллион двести. Мы сказали об этом. Но настоящий коллекционер никогда не остановится на достигнутом, даже если соберет всю коллекцию. Ой, а что это такое? Офис? Это офис. Кабинет какой-то. Это точная копия офиса Энзо, Феррари, как на его заводе, где вот он сидел и производил, конструировал все модели, все свои автомобили. А можно сесть? Да, пожалуйста. Может быть, какая-то придет идея для бизнеса или для модели, для дизайна. Придумал. Это очень уникально. Буду делать коллекционные машины. Классно. Слушайте. То есть, ну это не настоящий, то есть это не его стол, но это вот полная копия. Да, это полная копия. Вот на тоже, наверное, представьте, сидит человек такой, думает, чем бы заняться? Может быть, сделаю копию кабинета Энзо, Феррари. Точно, пожалуй-ка. И вбуху в это еще полмиллиончика долларов, да? Но вы когда фанат чего-то, вам же нравится все, что связано с этой личностью или с этим человеком. Представляете, какая-то гениальная личность, сколько всего произошло. И мы по сей день говорим про эту компанию, за номер один и так далее. Поэтому да, я думаю, что да. У вас есть любимый певец? Вам бы, наверное, хотелось бы увидеть его офис, где он производил песни. У Витаса там ничего вроде поет. Где он песни производил и так далее. Стас Михайлов тоже классный. Ой, обожаю. Любите, да? Ну вот, я сделаю кабинет Стаса Михайлова и Витаса, когда к нему в гости пришел. А какая у тебя самая любимая машина, которая лично тебе нравится? Я тебе покажу. Что-то уникальное. Тебе понравится. Какая же? Какая же? Вот она, малышка. Это твоя любимая? Да. Она новая. Новая? Да. Сколько она стоит? Это в долларах, пожалуйста. В долларах мне надо подсчитать в своей голове. Около миллиона. Один миллион долларов? Наверное, меньше. Около 800 тысяч. Но она одна из самых дорогих машин. Она полуэлектро. Это высший класс. А если я ее арендую, сколько я должен буду заплатить? 15 тысяч. Дирхам. 15 тысяч – это за какое время? Это примерно 5 тысяч баксов. 5 тысяч долларов за сутки? Да, за сутки. Вау. Не дешево. Вот такой стильный район. То есть мы идем куда? Мы идем, наш гараж эксклюзивный закрывается, а мы идем дальше в галерею, в которую люди, простые смертные, тоже могут зайти, выпить кофе и посмотреть на несколько автомобилей, которые там представлены. Ага. Так, то есть это кофейня с несколькими автомобилями? Да. Ну, я так понимаю, что кофейня, у нее тоже нет цель, чтобы она зарабатывала. Нет, там продаются разные интересные вещи, сборки, машины. Я сейчас вам покажу, это просто удивительно. А так, да, конечно, это хорошее место, чтобы свои машины припарковать где-то. То есть вот это кафе, куда мы идем, это тоже, по сути, гараж, просто там дополнительно еще что-то кто-то может купить. Да, там есть бариста, который может приготовить вкусное кофе и можно купить небольшие сувениры для любителей автомобилей. Но чувство на сувенирах не заработать настолько машин. Классно же, что в каждой стране находятся прекрасные, добрые люди, которые нас поддерживают и делают так, чтобы этот выпуск мог состояться. Например, Рошер взял и сделал так, чтобы у нашей съемочной группы была крыша над головой, отель проживания поддержал и помог сделать, чтобы все произошло. Спасибо тебе за это большое. Расскажи кратко, чем ты занимаешься, что ты делаешь, чтобы люди узнали про тебя? У меня компания «Центр гражданства и бизнеса». Мы сейчас открываем бизнес-центр в Эмиратах. И у нас можно не только арендовать офис, но и получить всю инфраструктуру от А до Я, включая открытие компании, помощь юриста. А счета тоже будете открывать? Да. Потому что здесь уже дело непростой. Счета тоже для компании, да, это очень тяжело. Кайф. Супер. Друзья, если вы хотите в Эмиратах открывать свой бизнес, арендовывать офис, открывать счета, сделать так, чтобы у вас здесь был бизнес, а здесь налогов почти нет, условия классные, то Ошер вам может в этом помочь. Ссылочку оставляем в описании. Напишите Ошеру, и он сделает так, чтобы ваш бизнес открылся здесь. Да? Все верно. Супер. Спасибо тебе большое. Вот. Мы с вами попали в галерею, где можно приобрести кофе и купить все вот эти вот интересные произведения искусства. То есть, если сюда люди приедут, они смогут зайти и посмотреть? Они смогут зайти, и даже можно попросить Борису, чтобы приоткрыли дверь и присесть в автомобиль. Вот, наверное, самый интересный автомобиль в этой коллекции Carrera G-Team. Carrera G-Team всего было произведено 1270 автомобилей, это 1200 автомобиль под номером, и стоимость 2 миллиона долларов. Два миллиона долларов. Ух ты. Я так понял, что это очень известная машина. То есть, все фанаты Порше сейчас смотрят и завидуют, что я рядом с ней, да? Да, надо вас в нее еще посадить, да, чтобы вы присели. Да, можно. Отходите, пожалуйста. А, то есть, так сильно будет? Не, ну не так, чтобы так далеко отходить. Окей. Роллинг, камера он. Ого. Все, все понял, не трогаю, не трогаю. Это каждый раз, когда буду приказаться, а что задымилось? Ладно, спасибо. Фу, а что задымилось так сильно немножечко? Ну, это так работает спортивные автомобили. Они же разгоняются очень быстро. По-моему, операторы немножко описывались со страха. Нет, мне кажется... Звук я слышал немножко. Они, может быть, медведи испугались. Медведи тоже. Многие люди, которые смотрят это видео, хотят добиться успеха, как и ты. Хотят такую же машину, но, возможно, не знают, как это осуществить. Объясни, что ты делал, чтобы всего этого достичь? Очень важно работать в той сфере, которая тебе приносит удовольствие. Надо заниматься работой, которая тебе нравится. И тогда ты обязательно не только заработаешь, но и сделаешь себе имя, которое будет работать на тебя. И пока ты веришь в себя, ты сделаешь гораздо больше. Обязательно верьте в себя. Это интересно. Я чувствую, что ты кайфуешь от своей работы. А как понять, что нравится, а что нет? Надо пробовать разное. Ты можешь работать в Старбаксе, в госпитале, в аптеке или отеле. Если не нравится, меняйте и пробуйте дальше. Ищите свое направление, то, что вы будете любить. Вы не найдете свое дело без достаточного опыта. Поэтому пробуйте, не бойтесь ошибиться. И вы обязательно найдете себя. Окей. Это что-то вроде «пробуй и учись». Да. А мог бы ты мне рассказать о своем пути? С чего ты начинал? Моя первая работа была в IT-компании. Но занимался я тем, что делал кофе, перекладывал бумажки и был на подхвате. Вау. А на первой работе ты носил кофе? Да, я делал кофе, но должен был быть там IT-инженером. Должность была IT-инженер, а я делал кофе. Но когда я пошел на следующую работу, где я организовывал мероприятия и выставки, я настолько был на своем месте и кайфовал от процесса. И это помогло мне вырасти. Позже я начал делать ивенты для правительства. Как твой собственный бизнес? Да, но теперь у меня несколько направлений. У меня есть арт-галерея, а также компания, которая помогает получить резидентство или визу в другой стране. Также у меня есть логистическая компания, которая занимается всеми видами перевозок. Так что было бы желание, а возможности появиться. Это очень интересно. Ты начинал карьеру как наемный работник и делал кофе в IT-компании. Да. Потом попробовал ивент-бизнес и осознал, что это то самое дело твоей жизни. А сейчас ты владелец стольких бизнесов. Да. А потом меня пригласили на роль амбассадора в одной из компаний United Nation, чтобы я занимался программами по питанию для детей. И теперь я там второй человек. Не стоит забывать, что жизнь непростая, особенно когда ты начинаешь с низов и пытаешься подняться. Но Дубай полон возможностей, и в Дубае возможно все. Вероятно, где-то не так. Но в Дубае ты можешь развиваться очень стремительно. Так ты работаешь со своим отцом? Да. Иногда это бывает проблемой для семейного бизнеса. Вы отец и сын, когда дома? Да. Но когда вы на работе, то вы в роли начальника и подчиненного, а отец тут может быть строже. Самое важное – это уважение. Я не всегда буду в его подчинении, обязательно вырасту. Но иногда надо сидеть и наблюдать. Я просто знаю многих людей, кто работает в семейном бизнесе, и это всегда проблема для семьи. Да, так бывает. А как у вас в семье? Бизнес – это бизнес, а семья – это семья. Окей. Но когда ты приходишь на работу, отец, например, делает тебе замечание. Надо просто спокойно принять это. Не стоит быть ребенком, ошибки случаются. Надо учиться. Окей, скажи мне правду. Отец сделал замечание тебе? Да. Правда было? Раньше это было. Но этот этап пройден. А что он говорил, например? Ты недостаточно рано просыпаешься. Да, теперь я встаю в 4 часа утра. Просыпаюсь раньше него. Ты встаешь в 4 утра? Да. Каждый день? Каждый день. Но как? На выходных в 5.30 могу встать, но только на выходных. А, аж в 5.30. Но в будни – строго в 4. Так как хочу большего. А что ты делаешь в 5 утра? Все еще спят. Спорт? Заканчиваю тренировку. А где-то в 6.00-6.30 уже на работе. Вау. Ну это круто, мне нравится. Это невероятно. Спасибо. В 4 утра. В 4 я глубоко сплю. Конечно. А во сколько ты ложишься? Обычно как сейчас. Как сейчас. Ага. В 9.30 я уже готовлюсь идти в кровать. А в 11.30 я уже сплю. Окей. Ты сказал, у тебя много бизнесов. Первый, второй, третий. Сколько всего? У меня их 5. 5 бизнесов? Да. Как тебе на все хватает энергии? Если ты… Потому что надо быть энергайзером. Если ты будешь очень мотивирован своим делом, результатом, то энергии хватит на все. Вы должны учиться любить себя. Когда вы любите себя, то появляются дополнительные источники энергии. А если ты еще и день с йоги начинаешь, то вообще сказка. Ты успеваешь за день сделать больше, чем некоторые за неделю. Самое главное – правильно расставлять приоритеты. А если ты мечтаешь стать богатым, то начинай уже сейчас. Ведь для этого надо много работать. А в 40 и 50 ты уже так не сможешь. Делай все, пока тебе 20 или 30. Ты всю жизнь любил себя, как сейчас, или что-то менялось? Была ли какая-то трансформация, или ты с этим родился? Много лет назад я не любил себя, потому что я не был мотивирован, и не было целей. Я работал с 9 до 6, получал свою зарплату. Но наступил момент, когда я захотел изменить себя и свою жизнь. Ведь когда ты начинаешь любить себя, ты начинаешь над собой работать. Ты ходишь в зал, просыпаешься раньше, меняешь привычки. Я не курю, я не пью, ведь это вредит телу. Отказавшись от алкоголя, я стал более мотивированным и сфокусированным на том, кто я, что я делаю и к чему я иду по жизни. И это очень важно. Все начинается с любви к себе. А следующий шаг – это мотивация и достижение целей. Я бы еще очень хотел сфокусироваться на моменте, когда ты еще не любил себя. Мог бы ты рассказать о самом грустном дне в твоей жизни, когда тебе было максимально плохо. Самый грустный день был 3 месяца назад, когда умер мой отец. Больше никаких таких дней я не помню. Ничто не могло меня расстроить так сильно. Ведь даже если человек все потеряет в один момент, он должен проснуться и порадоваться, что руки, ноги, глаза и мозги на месте. У кого-то нет и этого, так что надо быть благодарным. Ты сказал очень важную вещь, которая откликнется у миллиона людей. Если они прислушаются и вдумаются в то, что ты сказал, это поможет им. Да, я убежден, что когда ты любишь себя, веришь в себя и осознаешь свои возможности, все получается. Многие не понимают, что кто-то обделен тем, что имеешь ты. Так что нет повода опускать руки. И еще очень важна духовность. Неважно, христианин ты, католик, буддист, мусульманин или ортодокс. Верь, молись своему богу, будь честен с собой и окружающими. И, возможно, однажды ты купишь такую же машину. Друзья, должен вам раскрыть немножечко секретов изнутри. Потому что вы в комментариях все время пишите «Паша, красавчик, как тебе все это удается? Находишь героя, все снимаешь?» Пришло время вам немножечко раскрыть карты. Ну, конечно, я делаю все это не один. На проекте работает целая команда и помогает сделать для вас контент. И я хочу вас сегодня с ними познакомить. Например, Даша. Она работает продюсером и помогает организовать, чтобы все было вовремя. Находит классных героев, ведет с ними переговоры и также переговоры с нашими рекламодателями. Рома. Это мозг и центр нашего проекта. Он является главным режиссером и креативным идеологом многих наших выпусков. Артур. Это редактор, главный редактор. Он придумывает сюжетные линии, чтобы вам было максимально интересно и все приходило вовремя. И, конечно, на каждом выпуске с нами работают операторы, помощники, редактора. И поэтому получается такой крутой контент. Знакомьтесь, это наша команда. И, вы знаете, некоторые пишут, Паша, кто ты вообще, откуда ты вылез? Вообще я предприниматель. Я занимаюсь бизнесом, управляю своей компанией, создаю новые проекты. И я понимаю, чтобы успеть все и вся со всех сторон, невозможно работать одному. Нужна крутая, сильная команда. И на самом деле это мой главный скилл. Я, честно говоря, мало чего умею делать. В основном я умею организовывать работу других людей, находить классных, талантливых людей и делать так, чтобы вместе нам было классно. И у меня поэтому есть тренинг, в котором я как раз рассказываю, как же это делать, как нанимать людей, как понимать, что человек профессионал, как сделать так, чтобы люди работали вместе и делали это в кайф и в удовольствие, чтобы у них было профессиональное счастье. И, знаете, не просто вот с утра проснулись, поработали вечером, от звонка до звонка убежали. Поэтому, если вы занимаетесь бизнесом и тоже хотите разобраться в теме команда, как сделать так, чтобы у вас был слаженный работающий механизм и он и зарабатывал деньги, и приносил вам удовольствие, вы можете прийти ко мне на тренинг. Я два дня с утра до вечера работаю с 15 людьми и лично, индивидуально, все два дня с утра до вечера и мы работаем только над этой темой. Три блока. Как нанимать, как выстраивать взаимодействие, ой, смешно получилось, и каким быть руководителем, чтобы люди хотели с вами работать. Если у вас бизнес больше 5-10 хотя бы сотрудников, 5 или 10, то мы уже можем вас рассмотреть на участие в этом тренинге. А если у вас 50, 100 и больше сотрудников, то нужно срочно бежать к нам, потому что вы сможете здесь поучаствовать. У нас есть, конечно, очередь на несколько месяцев вперед, но если вы уже запишетесь сегодня, то сможете попасть в один из ближайших месяцев. Оффлайн со мной вместе два дня 15 классных предпринимателей. Если это про тебя, ссылочка в описании, записывайся, поработаем с тобой. И погнали дальше. Ну поскольку владелец всей этой коллекции пока нам не доступен, мы хотим через вас узнать, кто он. Человек с великолепным чувством вкуса, стиля. И человек, который ценит качественно дорогие вещи. Ну хорошо, смотрите. Я тоже ценю качественно дорогие вещи, но денег у меня столько нет. Как он, на чем он заработал? Строительство. А, то есть он строит дома, а это его как хобби такое, да? Да, это хобби. А он из какой страны? Он русский? Иордания. А, он иорданец. Окей. И сколько у него примерно всего машин в коллекции? Сто. Сто машин, которые он купил, но он это купил для того, чтобы они росли в цене. И, соответственно, он там, допустим, вложил это 100 миллионов долларов, а сегодня вся эта коллекция, может, уже и 300 стоит. Да? Класс. Вы с ним хорошо знакомы? Да, это друг семьи. Вы как-то сдержаны стали, когда стали про него говорить. Про машин-то... Хорошо. Мы хотим понять, что это за человек. Вот как ему удалось в жизни добиться того, что он имеет 100 коллекционных машин по всему миру в сумме точно его коллекция, там, больше 100 миллионов долларов. Человек, который работал, ребята, работал 16 лет, не покладая рук, поэтому труд всегда, он в конце переносит свои плоды. Ну, слушайте, много людей трудятся. Учиться? Много людей с утра до вечера трудятся, работают, но у них не получается. Да, я думаю, что это удача, талант, трудоспособность и работоспособность приводят к таким успехам. Ну, слушайте, много людей, которые с утра до вечера трудятся, сутками просто работают. Используют ли они критическое мышление? Используют ли они какие-то иные моменты? Или они просто ходят как роботы на работу? Вот в чем вопрос. Человек, который не боялся, делал, брал большие проекты, строил огромнейшие отели, учился и привез уникальную технологию строительства из Америки в свое время, к нам сюда и да. То есть это не просто трудился. Я слышу, что он рисковал, пробовал какие-то новые проекты делать. Да? Да. А он здесь строит? Ну, да, в том числе. В любом случае, любое строительство, это всегда риски. То есть он по всему миру строит еще? В основном на территории нашей земли. А, наши это что? Дубаи? Арабский Эмират? Окей. Но те, кто смотрят такие истории, они потом говорят, ну, наверное, там у него какой-то папа был при власти, при друзьях или еще кто-то. Поэтому все было дано. Какая у него история жизни? Очень простая история. Человек закончил школу, пошел учиться в институт, выучил английский на этот момент, чтобы поехать в Америку, чтобы там обучаться. Родители никаким образом не помогали. В тот момент еще началась война в Иордании, поэтому пришлось передвинуться. Вот. То есть все своим трудом, все своими знаниями, все своими силами было сделано. То есть вы хотите сказать, что он из простой бедной семьи? Да. Но это же неправда будет. Это будет правда, это будет полная правда. То есть он сам с нуля, ничего не имея, дорос до того, что строит по всему миру, и в частности в Арабских Эмиратах, здания. И еще как хобби покупает... Он занимается строительственным бизнесом, и сейчас уже сколько лет он строил, строил, чтобы пойметь такое хобби. Но уже не сразу пришло, да? Что вот... У вас же много знакомых? Много знакомых, да. Но он явно отличается от среднестатического. Мы же в Дубае с вами. Здесь примерно все... Все такие, как он. Все сразотачиваются, да. Окей. Вот, ну, если взять его и сравнить, ну, таким, со среднестатическим человеком все-таки, что его еще отличает от других? Упорство. Упорство во всем. То есть вот видит цель, идет к ней. Это очень важно. А как это вот проявляется, ну, вот вы с ним, когда самодействуете? В чем, как это выглядит в жизни? Упорство. Вот я тоже упор. Когда человек хочет получить какой-то либо автомобиль, либо человек хочет что-то построить, что-то сделать красивое. Вы даже здесь видите по всем элементам декора. То есть здесь во всем есть... Каждая деталь важна. То есть каждая деталь, он знает, что и где находится. Если вы сейчас что-то передвинете, он это заметит. Да ладно. Так же, как вы в офисе, когда были энд за Феррари, да, если вы там передвинете ручку или какие-то моменты, он это сможет заметить. Потому что у него все на своих местах. Все так, как он это видит, с его точки зрения. Ну, тут же тысячи деталей. Да. Как мозг. И он их всех запоминает. Ну, то есть его мозг настолько способен, что помнит тысячи деталей в том, что у него это только два, две галереи. Ну, судя по всему, у них там, и у него их с десяток. А еще есть дома, квартиры, да, и все такие детали интерьера, детали всего строительства, все материалы, какие используются. То есть вообще все, что использовано здесь, какая краска и так далее. Номер краски. Номер цвета. Ну, это, на ваш взгляд, такая врожденная способность? Или это тренируем? Очень хороший вопрос. Я думаю, что есть люди, которые рождены с такими способностями, а есть, которые натренированные. Что, не представляю, как можно столько деталей помнить? Это же много лет. Много лет работы, много лет в строительстве, много лет в этом во всем. Отель построить, сколько в отеле деталей, да? А сейчас ему сколько лет? Ну, примерно. Чуть постарше, чем мы с вами, в два раза. А, ну, под 60 примерно. 50-60. Мне 35. А, 30-50. Да. Да? Звучало так уже все? С тобой все ясно. Я думала, меньше. Ну, я и про это говорю. Он сегодня в бодром состоянии? Может, в 60 лет или 50-60? Некоторые уже все, на пенсии сидят, ничего не делают. Да, постоянно делает, участвует в разных выставках. Вот даже 12 автомобилей с его коллекции завтра утром поедут в Абу-Даби выставляться в музей Формулы-1. Во время Формулы. А как такое возможно? Ну, многие в 60 лет уже все, как бы старенькие лежат, ничего не делают. Откуда у него энергия? Я вот не знаю. Уже, мне кажется, много людей бодрее стали в это время. У нас, допустим, в 60 лет в Дубае очень все активные. Ну, разные, наверное. Ну да, здесь просто слишком дорого жить, чтобы в 60 лет быть неактивным. Ну да, для него это наслаждение. Он приходит сюда, играет в нарды, наслаждается своей коллекцией. Приходят люди, которые ценят, которые там, ну, не как мы с вами, да? Мы все-таки выросли немножко в другом мире, а люди, которые вот во всем этом выросли, которые следят за формулой, которые следят за всеми этими эксклюзивными автомобилями. То есть для них это действительно уникальная коллекция. И они, это все такое восхищение производят. Класс. А вы-то как с ним познакомились? Познакомилась много лет назад. Через друзей. Так начали дружить с семьями. Ну, вы просто дружите или у вас какой-то совместный бизнес, дело? Совместного бизнеса нет. Просто дружим. Просто дружим, да. Что, существует просто дружба? Да, существует просто дружба, конечно. Особенно в Дубае. У нас здесь очень много просто дружбы, вот, без какого-то бизнеса начального. Были идеи делать какие-то совместные проекты, но как-то не было проблем с инвестициями. У меня такой подход. Если мне нравится какой-то проект, который я делаю, я в него верю, то я в него инвестирую сама. То есть зачем мне брать деньги, если я в это верю? И я это буду делать, поэтому, да. Поскольку мы переезжаем из одной точки в другую, нам всегда нужна машина. И в этот раз нам GetTransfer выделил целый автобус, на котором мы гоняем везде, Дубай, Абу-Даби, чтобы успеть и вовремя сделать вам контент. Спасибо, GetTransfer, что вы нас поддерживаете. Ссылочка в описании. Некоторые люди будут смотреть это видео и скажут, ты счастливчик из богатой семьи, поэтому ты так мотивирован. А у людей нет ничего, и они говорят, что ничего не могут сделать. Что бы ты мог сказать таким людям? Если у них нет богатой семьи, нет денег и работы, что им надо делать на первом этапе? На какую камеру говорить? На эту? Или вот на эту? Я считаю, что самое важное – это сделать этот первый шаг. Начните с него. Люди часто пытаются составить полный, четкий план на их жизнь, но ты никогда не поймешь, а что же дальше, если не начнешь двигаться. Но если ты не сделаешь первый шаг, так как занят построением идеального плана, ты так и не начнешь двигаться. Ты никогда не знаешь, что наверняка надо делать или к чему быть готовым. Но двигаясь вперед, ответы приходят сами собой. Так что вперед. Начинайте. Прекрасный ответ. Но как понять, что должно стать первым шагом? И каким он должен быть? Это как законами природы. Каждая из нас чувствует земную гравитацию. Также и наша душа и сердце тянутся к чему-то важному для них. И эта сила движет мной. Следуйте за этим притяжением. Оно вас не обманет. Нравится кататься на сноуборде? Займитесь этим. Хотите заняться каким-то спортом? Действуйте. Хотите открыть свой бизнес? Пробуйте. Но не боритесь с этим внутренним чувством, иначе жизнь на вас обидится. Ты великолепно говоришь, но кто-то скажет, это все теория. Как ты понимаешь, к чему лежит душа? Я пробую. Пробуешь? Когда я был ребенком, я знал, что люблю делать всякие сумасшедшие штуки. Я, кстати, профессиональный сноубордист. Я не сразу начал делать какие-то крутые вещи и показывать результаты. Я пробовал и серфы, и лыжи, и многое другое. Поверьте, даже если вы выберете что-то не то, жизнь укажет вам правильное направление. Но не пробуя, не узнаешь ничего. То есть просто пробовать? Да, пробуйте. Кто-то сейчас смотрит это видео и пишет в комменты. Окей, он живет в Дубае, у него полно возможностей, и у них крутая экономика. Но я живу в маленьком городе, в стране с кризисами, возможности ноль. Поэтому я ничего не могу достичь. Все деньги воруют олигархи, никакого просвета. Что ты можешь им сказать? Я думаю, что это правда. Родившись в провинции и живя там, ты не прыгнешь выше головы. Вероятно, там нет возможности и достаточно денег. Поэтому переезжайте. Есть много примеров тех, кто переехал из провинции и добился успеха. Иногда место твоего проживания не помогает тебе двигаться вперед и расти. Не держись за место. Иди вперед, ищи себя. Делай первый шаг. И есть крутой пример. Арнольд Шварценеггер. Он переехал в Америку, стал суперзвездой в кино, был губернатором штата. А ведь он родом из маленького австрийского города. А если бы остался дома, ничего бы и не было. Не важно, кто ты. Важно, что ты делаешь. Расскажите, Душа, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Чем я занимаюсь? Да. За 12 лет в Дубае я работаю в крупнейшей компании параметизации мероприятий, компания «Премьер». Мы на территории Арабских Эмиратов устраиваем наши самые эксклюзивные концерты, фестиваль «Парус». И два года назад я открыла свой бизнес по паддл-теннису. Это такой очень уникальный спорт. Это микс между сквошем и большим теннисом. И когда мы открылись два года назад, было всего три клуба. То есть мы попали прям в самое начало зарождения этого спорта на территории Арабских Эмиратов. И сейчас уже более 80 разных клубов существует. Вот у нас два бранча только. Подождите, на территории Дубая 80 падал клубов? То есть когда мы открылись 11 ноября 2020 года, было три клуба. Наш клуб и еще два. Сейчас в ноябре 2022 года более 80 клубов открылось. А кортов, то есть раньше там было 20 кортов, сейчас, наверное, 500 кортов. Обалдеть. Это самый быстро растущий спорт в мире. Обалдеть. И два клуба из них ваши? Да. Которые у вас занимаются? Ух ты. Мне все рассказывали, я хочу поиграть. Я потом вам напишу. Да. Поиграть. Это очень, очень завораживающая игра. Очень рекомендуем. Окей. И, соответственно, это ваш бизнес. Вы им управляете, развиваете и по пути дружите с миллиардерами, которые коллекционируют тачки. Да, но я же устраиваю мероприятия, концерты. Делаю очень много мероприятий, эксклюзивных мероприятий. То есть постоянно встречаешься с людьми, знакомишься с людьми, начинаешь с ними дружить. Когда сделаешь какую-то свадьбу или какой-то юбилей, это прям целая жизнь для человека. И ты вот как-никак начинаешь дружить после этого. Классно. Что дальше? Вы здесь навсегда? Хороший вопрос. Когда мне задавали его в начале моего пути здесь, я не знала. Я все время не знаю. Сейчас я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Я приехала сюда на пару лет. Осталось уже на 12 лет. Мои друзья приехали тоже на пару лет. Уже здесь 20 лет. Поэтому это потрясающая страна, потрясающий город. И очень комфортно. Приятно жить. Много здесь русских людей, русскоговорящих. Много людей из Омска. У нас очень большая такая сполоченная комьюнити. Да, Омская тусовка. Потому что в свое время очень много сюда переехало из Омска, когда была рекрутерская компания работала. Она приехала в Омск и в Ташкент 20 лет назад. И они перетянули людей из Ташкента и Омска. Не знаю, почему так получилось. Но я была не в той волне. Я была уже позже, потому что я помладше. Классно. Супер. Спасибо вам большое, что показали. Было очень интересно. Столько необычных машин за час в своей жизни я еще никогда не видел. На самом деле самые эксклюзивные автомобили, они еще не здесь. Но в следующий раз, когда вы приедете, мы вам покажем. Это вот, возможно, знаете, что есть такое La Ferrari, которое стоит 13 миллионов долларов. Только один автомобиль. Вот примерно как все автомобили в том шоуруме. И она тоже существует в коллекции. Их несколько штук, но они сейчас не здесь. Поэтому в следующий раз, когда вы приедете, мы вам покажем. О, договорились. Спасибо большое. Давай. Пятерочку. Вы пятерочку даете? Мы жмем руки. Какая у тебя цель на будущее? Чего бы ты хотел достичь? Как ты видишь будущее? Какая у тебя мечта? Я хочу построить место, построить органический госпиталь. Органический госпиталь? И не страшно, если мою идею кто-то украдет. Я был бы рад, чтобы такое построили. Я тебе уже говорил, что спор для меня очень важен. Поэтому нутрициология, происхождение еды и излечение тела важны для меня. Я бы не хотел идти в американский госпиталь, где бы мне дали американские таблетки и говорили, что они необходимы. Я верю, что возвращение к истокам и использование медикаментов из растений лучше. Поэтому хотел бы создать такой госпиталь, где бы знали, как вылечить тебя не с помощью хирургии, а массажами и травами. Так что это моя мечта. Когда ты планируешь его открыть? В будущем. Для начала проработаю идею, найду команду, привлечем в другие госпитали и откроем большой центр. Вау, отличная идея. Надеюсь. А сколько тебе лет? 26. 26? Ты так молод. Ты женат? Нет, никакой жены. Я знаю, что часть нашей аудитории – это женщины. И после этого момента многие из них напишут мне. Павел, а поделитесь-ка контактом. Получается, у меня будет завален директ. Но я сфокусирован на бизнесе, так что всем придется подождать. Окей, но я думаю, многие девушки и так пишут тебе в социальных сетях. Они могут попробовать. И что ты отвечаешь? Ничего не могу тебе сказать. Но ты открыт ко встречам? Встречи – это привычная вещь. Да? Нельзя запретить людям встречаться. Окей, это значит, что ты готов к ловине сообщений. Я бы не хотел это публично обсуждать. Ссылка ниже в описании. И последний вопрос. Да, очень философский и глубокий вопрос. Окей. Можешь даже взять паузу на размышления. Окей. Потому что, без шуток, вопрос очень важный. Так как мы делаем видео для Ютуба, а это значит, что видео проживет дольше тебя и меня. Да. И давай представим, что видео проживет более 500 лет. Окей. И давай представим, что твои праправнуки захотят узнать, а кто же и где такой. Ну или прапрадед. Хорошо. Например, если бы я дал тебе сейчас возможность увидеть видео с твоим прапрадедом. Думаю, ты бы глянул. Конечно, было бы круто. Но мы этого уже не сделаем. Тогда не было технологий. Но сейчас ты и я – первое поколение в истории, которые снимают тонны видео. И я думаю, что круто было бы записать что-то для внуков. Что бы ты хотел сказать им и послать в будущее в эту самую минуту? Смотри в камеру и говори. Хочу сказать, в первую очередь, делайте все, что в ваших силах. Просыпайтесь пораньше. Не думайте слишком много. И просто делайте. Легко и просто. Не нужно заново изобретать велосипед в своей голове. Порой все гораздо проще, чем вы думаете. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, что пригласил нас. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо. О чем ты мечтаешь в будущем? Каков твой следующий шаг? Быть очень счастливым. Это самое важное в жизни. Быть счастливым до самого последнего дня своей жизни, о большем нельзя и мечтать. И то же самое касается здоровья. Деньги приходят и уходят. Машины приходят и уходят. Все приходит и уходит. Но если ты здоров и счастлив, даже если и не богат, это прекрасно. А ты счастлив? Очень счастлив. На все сто? На двести. Каждый день? Каждый час? Или иногда бывают качели? Никогда. Когда любишь себя, ты стабилен. Каждый день? Каждый день. Каждый час? У тебя не бывает стресса? Депрессивных и негативных эмоций. Каждый день позитив? Каждый день должен быть позитивным. Должен, но только позитив. Я хочу, чтобы каждый услышал, что он должен быть на позитиве, как и я. Потому что как только ты усомнишься в себе, все может разрушиться. Ты уйдешь в депрессию. Некоторые из нее не выходят никогда. Не позволяйте ничему и никому вам испортить настроение. Неважно, вы потеряли деньги, биткоин вырос, крипта упала, рынок упал, наступила инфляция. Это не самое важное в жизни. Ваша семья гораздо важнее. Ваши друзья играют более важную роль. Вое счастье и настроение только в твоих руках. Цени то, что у тебя есть, до того, как потеряешь. Да, это важно. Очень важно. И последний вопрос. Да, но очень глубокий вопрос. Окей. Готов глубоко задуматься? Максимально глубоко. Всегда готов. Так как мы делаем видео для Ютуба, да. А это значит, что это видео проживет дольше тебя и меня. Конечно. И возможно, что твои праправнуки захотят узнать, а кто же их прапрадед такой. И попытаются найти видео на Ютубе с тобой. И найдут это. И давай представим, что у тебя есть минута, чтобы оставить послание потомкам через 500 лет. Мог бы ты посмотреть в камеру и сказать все, что ты хочешь. Любите себя. Это самое важное. Любите себя. Верьте в себя. Все материальное не самое главное в этой жизни. Самое главное – это вы, ваша семья и друзья. Ваш жизненный баланс. Если есть еда на столе, кровать для сна, душ, чтобы освежиться, это уже хорошо. Надеюсь, что через пару сотен лет у вас останется свежий воздух, чтобы дышать. Будут ли обычные машины, или они уже начнут летать, я не знаю. Но очень важно любить природу и быть ее частью. Дышать и наслаждаться жизнью. Спасибо за твое время. И вам спасибо. Давай пять. Спасибо. Спасибо. Было круто. Надеюсь, твой канал будет расти, и мы скоро увидимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok